Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Снова на площадках, анализируем, разбираем события с заключительной сессии прошлой недели, как отреагировали финансовые инструменты и есть ли необходимость нам вносить какие-то коррективы в плане целевых ожиданий. Забегая вперед, сразу хочу сказать, что эта неделя обещает быть очень интересный. Во-первых, у нас заседание Европейского Центрального Банка, пересмотр процентных оставок и пресс-конференция Драги. Также у нас протоколы последнего заседания американского регулятора. Соответственно, будем снова пытаться разобраться, если еще для кого-то что-то не ясно в плане перспектив американской политики, что же с ней будет дальше. Хотя изо дня в день на брифингах я делаю акцент на очень хорошие перспективы снижения курса американского доллара и стараюсь объяснить это и политическими потенциальными рисками, точнее геополитическими, и слабой статистикой, и вероятностью рецессии, которая как туча ходит, собственно, над не только, между прочим, американской экономикой. И в отчетах как раз некоторых мы находим подтверждение того, что эти риски взяты и базируются, лучше скажем так, не на пустом месте. Плюс ко всему мы следим за крайне волатильным фунтом. Британская валюта, как на прошлой неделе, удерживала за собой статус одного из самых динамичных инструментов. Я думаю, что то же самое нас ждет и на этой неделе, потому что мы приближаемся к очень важной очередной вехе для Англии, для вопросов относительно Брекзита и для самой британской валюты. Это дата 12 апреля, которая по-прежнему пока что значится как выход Англии из состава Европейского Союза. Но судя по последним вводным, скорее всего Англии снова будет предоставлена отсрочка. Вопрос, насколько, вроде бы как обсуждают до 30 июня, хотя есть еще и разговоры, в том числе и от ТУСКО, что эта отсрочка может составить один год. Я думаю, что все уже окончательно запутались в том, что происходит. В то же время, друзья, я считаю, что тот новостной фон, который складывается, продолжает формироваться вокруг Англии, это не тот фон, из-за которого мы должны развивать исключительно оптимизм, быть быками в отношении британской валюты и верить в какое-то чудо, потому что очевидно, что очень много сейчас неразберихи, именно неясности, неопределенности, что и должно сдерживать, опять же, роста потенциальных британцев. Поэтому мы находимся недалеко от поддержки 1,30 и я, в принципе, каждый час, когда мониторить ситуацию на финансовых площадках, ожидаю, что фонд может очень быстро обвалиться. И если мы в моменте увидим очень активное движение британской валюты ниже поддержки 1,30, лично я даже ухом, собственно, не поведу, потому что это более чем логично, у меня сразу будет объяснение, понимание того, что происходит. И для тех из вас, друзья, кто адекватно оценивает тот фундамент, который складывается вокруг Англии, я уверен, тоже, в принципе, вопросов не будет к такой динамике британской валюты. Ну ладно, давайте подробнее. Сегодня, не забывайте, друзья, в 16.30 состоится очередной вебинар правильный понедельник, где мы еще раз детально разберем ключевые события минувшей недели. Я с большим удовольствием вас всех приглашаю на него. Мы разберемся, опять же, в том, что у нас было накоплено за недели минувшие и подготовимся к крайне насыщенным событиям, важным событиям и для евро, и для доллара, и для британца в рамках этой недели. Поэтому, если есть возможность, конечно же, подключайтесь, присоединяйтесь. Мы попробуем оперативно также добавить и запись на наш канал на YouTube после того, как вебинар закончится. Давайте поговорим теперь о нефти, друзья. Я здесь полон оптимизма, поскольку мы достигли цели. Вроде бы, как в конце прошлой недели были некоторые вопросы, неуверенное такое закрепление, точнее тест даже тогда сопротивление 70, потом мы откатили. Сейчас мы уже говорим по факту, котировки находятся гораздо выше, 70-61 сейчас по бренду. Те из вас, кто все-таки ждал отработки этой идеи на коне, в прямом смысле, вы хорошо заработали. Я надеюсь, друзья, моя рекомендация фиксироваться. Если уж не хотите полностью, то какой-то объем обязательно прикройте, так будет спокойнее, потому что мы говорим с вами не о кабы каком уровне, мы говорим об очень важном сопротивлении в психологическом рубеже, о круглой цифре. И даже если нам хочется делать акцент на фундамент, мы должны все-таки уважать и значимость техническую этого уровня. И, возможно, трейдеры, конечно же, попробуют перехватить инициативу трейдера-продавцы, чтобы ослабить котировки, вернуть их ниже вот этого сопротивления, которое на текущий момент является уже поддержкой. Я не буду какое-то время давать рекомендации по нефтянке. Я предлагаю пока что понаблюдать за тем, как рынок разберется с этим рубежом и все-таки кто выйдет победителем. Пока что шансы, в прямом смысле, равны. С точки зрения фундамента мы прекрасно помним, на чем рынок рос. Это дисциплина, как мне нравится выражение, для стран ОПЕК+, которые продолжают соблюдать обязательства энергетического пакта. Молодцы, конечно же, цель у них была стимулировать рост, решить проблему с избытком. Эти цели пока выполняются. И это их заслуга, тут ее, скажем, принижать не стоит. Мы говорим о сансах США в адрес ряда стран. Кто-то считает, что рост нефтянки может быть связан, опять же, с выходом данных по американскому рынку труда. Хотя я не совсем разделяю такую позицию. Считаю, что статистика не такая уж и хорошая. Хотя кто-то высмотрел в ней позитив. И раз вышел очередной для кого-то, очередной сильный отчет по штатам, значит, это возможность говорить о том, что не так все плохо для американской экономики. Если экономический рост будет продолжен, а если еще и допустить, что с недели на неделю будет решен вопрос торгового противостояния США и Китая, тогда для роста мировой экономики откроются все перспективы. Мировая экономика будет расти, Штаты будут процветать и демонстрировать темпы экономического роста, которые мы видели, к примеру, в 2018 году. Но не все так прекрасно складывается. Друзья, я с небольшой иронией, наверное, с таким позитивом сейчас обрисовал складывающийся фон. Все-таки есть очень много, но есть условностей много и вероятностных сценариев. То, что не факт, что США и Китай смогут довольно быстро договориться. Потом про американскую статистику я тоже поставил бы даже знаки вопроса после ряда отчетов и уж не стал бы транслировать идею того, что это исключительно сильный релиз. Ну, как бы то ни было, друзья, давайте смиримся с тем фактом, что у нас был фундамент, на котором мы по нефтянке росли. Мы добрались до отметки 73 и сейчас я, наверное, чтобы не противоречить своей прежней позиции, буду так же рьяно, как в прошлый раз искал позитивные факторы, искать возможности для продажи нефтянки. Кстати, уже первые есть, количество буровых в Штатах выросло до 831 единиц, 816 это буровых на нефть после, по-моему, шести недель снижения. И вот, пожалуйста, рост активности американских производителей и вновь разговоры, правда, потенциальные, о таком же потенциальном перекосе того, что активность США по нефтедобыче будет все-таки опережать в будущем те действия и усилия, которые направлены на сокращение объемов добычи нефти странами ближневосточного картеля. Будет, друзья, больше информации после. Давайте все-таки пока что с нефтянкой на этом закончим. Цель у нас сделана. Смотрим дальше. Доллар иена 111.37. Очень динамичная динамика для доллара в рамках прошлой недели. Ну, динамичная в плане того, что мы видели последовательный, постепенный рост доллара против иены без каких-либо откатов, но он был, конечно же, не таким значительным. Сейчас американская валюта против иены уже теряет. И, может быть, это опять же связано с тем, что рынок еще раз проанализировал данные по американскому рынку труда, поварился в этой статистике на выходных и пришел к выводу, что статистика не такая уж и хорошая. Я предлагаю опустить показатели уровень безработицы и сфокусироваться на отчете по темпам роста заработных плат, потому что темпы прироста скромные. Все лишь на целых 0,1%, в то время как прогнозировали рост на целых 0,3%. В годовом выражении средняя почасовая заработная плата составила 3,2%. Количество новых рабочих мест 196 тысяч, если сравнивать с показателем прошлого месяца, конечно же, замечательная статистика, фактически больше, чем в 5 раз, лучше, чем в 5 раз, чем в прошлом месяце, но это неправильно проводить такие аналогии. Друзья, нужно здесь искать цифры, которые будут свидетельствовать о какой-то медиане роста либо снижении. Я говорил очень много на прошлой неделе о том, что мы сейчас работаем со средний прирост количества новых рабочих мест ниже 200 тысяч. Это тревожный сигнал. Это не то чтобы негатив, но это уже не та статистика, которая позволяла нам делать ранее, в 2018 году, однозначные и недвусмысленные выводы о том, что данный сектор американской экономики прогрессирует. Сейчас ситуация немного иная. Цифры хуже, друзья, возможно, они будут ухудшаться. А если мы еще все-таки признаем тот факт, что между США и Китаем по-прежнему есть очень серьезные разногласия, в противном случае соглашение бы уже было, то возможно негативное развитие событий в таком ключе, то есть затягивание переговоров, смены риторики на более жесткую. И в конце концов, это, конечно же, супер негативный сценарий, я не хочу о нем говорить, что штаты вернутся к тарифной войне и обложат, как было обещано, пошлиными весь китайский импорт. Пока что вероятность этого гораздо ниже, чем прогресс и достижение компромисса, урегулирование всех спорных вопросов в перспективе ближайших недель. Ну, вопрос переговоров о США и Китае закрывать ни в коем случае не нужно. Рано еще и уж тем более не нужно транслировать вот этот позитив. Также, друзья, хочу отметить, что возможность снижения американского доллара может быть связана с комментариями Трампа, которыми он порадовал под закрытие, в буквальном смысле, пятничной торговой сессии, порадовал продавцов доллара, потому что он снова обрушился с критикой на афид резервов, в частности, отметив, что ФРСу нужно уже снижать процентные ставки. Вместо того, чтобы говорить и обозначать перспективу ужесточения монетарной политики, думать даже о ее осмягчении. В эту среду у нас протоколы, друзья, я думаю, что они снова укажут нам на выжидательную позицию американского регулятора, снова подтопят позиции американских треже, если и на этом мы можем оказаться ниже. Евро против доллара 1.12.29. Очень много я говорил про слабую статистику. Сейчас у нас уже кульминация вот этих слабых отчетов в виде пресс-конференции Драги. Я думаю, что он снова обратит внимание, не думаю, а уверен, будет говорить про слабую инфляцию. В прошлый раз у нас базовая инфляция снизилась до 0,8%. И фактически все те усилия, которые были направлены на протяжении последних 4-5 лет Европейского центрального банка на стимулирование инфляции, все они буквально смыты в унитаз. Даже не знаю, как использовать и можно ли использовать другую фразу. Эти стимулы, может быть, когда-то прогресса был, пару лет назад, но сейчас ситуация уже изменилась. Фактически никаких эффективных мер, получается, задействованы и не было. Какой вывод можно сделать, учитывая то, что сейчас инфляция стала еще дальше от целевого ориентира, нужно снова возвращаться к прежним экономическим стимулам. Поэтому, друзья, мы ждем новый раунд операции ТЛТРО и мы ждем как минимум сохранения в течение более длительного периода позиции, которая предполагает не повышение процентных ставок. Я думаю, что в эту среду, когда будет обещать Драги, мы получим еще один сигнал того, почему евро-аутсайдер и надеюсь, что хотя бы на этом фоне пара евро-доллар сможет пробить поддержку 1.12. Доллар канадец, хай, пятница 1.3401, сейчас мы чуть ниже. Цель 1.35 сохраняется. В пятницу мы получили слабые данные по рынку труда. Изменение занятых минус 7 тысяч новых рабочих мест. В прошлый раз мы видели показатель с плюсом на 56. Посмотрите, какой серьезный контраст. И вспоминая о замедлении экономического роста надежды Банка Канады на рынок труда, в принципе, точно такие же, как и Резервного банка Австралии, мы убеждаемся в том, что рынок труда это не та опора, на которой можно сейчас ориентироваться на будущий рост. Видим в этом негатив. А учитывая то, что по нефтянке мы также уже сделали цель и готовимся к потенциальным распродажам, которые могут возникнуть и пойти в ближайшие дни, думаю, что у нас все-таки будут шансы с вами сделать отметку 1.35. На взилане спротив доллара находимся мы сейчас практически на двухмесячном минимуме 0.6730. Я предлагаю уже начинать частично фиксировать позиции в районе 0.67. Тех, кто хочет снять сливки, ждем до отметки 0.66. Фунт против доллара 1.3063. Все сейчас заморочены идеей того, на какой период будет очередная отсрочка официального выхода Англии из состава Европейского Союза, так называемого официального инициирования 50-й статьи. Пока что мы говорим о 12 апреле, но судя по тому, что Тереза Мэй уже сделала обращение к президенту Евросовета Дональду Туску. Скорее всего, он уважит ее обращение, удовлетворит просьбу и продлит как минимум до 30 июня. Но есть ведь условия у Брюсселя. Это ратификация соглашения, которого по-прежнему нет. Я считаю, что в ближайшие дни неопределенность будет только усиливаться. Будем следить, друзья, за подробностями, за этим крайне интересным политическим фоном. Но если мы сейчас зададимся целью и попробуем оценить вероятность все-таки самого неблагоприятного исхода, мы поймем то, что эта вероятность растет фактически с каждым днем. Я не отказываюсь от позиций того, что жесткий Брюссель по-прежнему вероятен и считаю, что шансы действительно его есть. Сохраняем короткие позиции, ждем пару фунт-долларов на отметке 128. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго, до свидания.